Всем привет дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске видео новостей мы расскажем вам о новых игроках Fnatic в дисциплине Zota 2, а также познакомим вас с первыми национальными составами России и Швеции, которые будут бороться за выход в основной этап турнира World Electronic Sports Games. Обратите внимание на изменения в рейтинге лучших команд CSGO по версии портала hltv.org, а также узнаете за какую организацию будет выступать известный стример Hearthstone Джейсон Амаз Чан. Портал hltv.org обновил свой рейтинг команд Counter-Strike Global Offensive по итогам прошедшего месяца. Несмотря на отсутствие в августе крупных лан-турниров, в списке произошли значительные изменения, связанные с кадровыми перестановками внутри коллективов. В первой пятерке лишь лидерам рейтинга, бразильцам из SK Gaming, удалось удержаться на своей позиции. Самым большим падением отметилась команда Fnatic, которая вылетела со второй строчки сразу за пределы первой тридцатки рейтинга. Случилось это после того, как шведский коллектив потерял трех ключевых игроков Робина Флюша Ронквиста, Еспера JW Векселя и Фредди Кримса Йоханссона. Кадровые перестановки у Fnatic позволили полякам из Virtus.pro вплотную приблизиться к бразильцам. Вслед за ними на третью строчку рейтинга поднялись игроки G2 и Sports, а на четвертой позиции обосновался состав GodSend, в который перешла вышеуказанная троица шведов. Замыкает первую пятерку команда Natus Wincer, заменившая Даниила и Зерса Тесленко на Александра Симпла Костылева. Что касается других команд из СНГ, то по итогам месяца Gambit и Sports спустились на одну позицию и сейчас занимают пятнадцатую строчку. У Flipside Tactics дела обстоят чуть хуже. Она просела на пять пунктов и пока держится за семнадцатое место. Игроки HellRaisers также потеряли один пункт и расположились на двадцать четвертой позиции, а вот коллектив Team Spirit ворвался на двадцать восьмую строчку рейтинга, поднявшись сразу на пять позиций за месяц. Организация Fnatic анонсировала обновленный состав по Dota 2. К старичкам команды Чао Мушу Йофуну и Чонго Хаю Синьху присоединились Джимми Демон Хо, Нико Эйо Барселон и Марк Рейвен Фаусту. Все новые игроки раньше выступали за коллектив TNC Pro Team, который занял седьмое-восьмое место на прошедшем The International 2016. Несмотря на столь высокий результат, филиппинская команда была расформирована сразу после окончания турнира в Сиэтле. Судя по данным сайта регистрации, Демон и Рейвен покинули TNC Pro Team еще 20 августа, а Эйо вышел из состава спустя два дня. А вот организация Fnatic официально объявила о грядущих кадровых изменениях 24 августа, когда стан команды покинули сразу три игрока. Первые игры обновленного состава Fnatic мы сможем наблюдать уже с 9 по 11 сентября. Команда примет участие на домашнем LAN-турнире MPGL Southeast Asia Championship, призовой фонд которого составляет 50 тысяч долларов. Джонатан Лода Берг, Джерри Игэм Лундквист и Людвиг Зай Уолберг объединят свои усилия, чтобы принять участие в шведской квалификации к World Electronic Sports Games, которая пройдет 8 сентября. В состав команды также вошли бывшие игроки Ninjas in Pyjamas, линдхорм Йонасом Фан Йонас и хак Ханскин Симон. Шестым участником шведского микса стал Микки Нинджа Микки Нуэн, ранее выступавший в дисциплине Heroes of NeverEarth. World Electronic Sports Games — крупный турнир с призовым фондом 3 миллиона 700 тысяч долларов, который будет разделен на 4 дисциплины — Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, StarCraft 2 и Hearthstone Heroes of Warcraft. Принять участие в данном событии сможет любая команда, имеющая в своем составе 5 человек из одной страны. Не только шведы будут пробиваться на World Electronic Sports Games. Бороться за главный приз собираются и ребята из России. Проявить себя в национальной квалификации попробуют три игрока команды Virtus.pro, Алексей Солобирезин, Павел Япаша Хвастунов и Роман Рамзес Кушнарев. Помогать им будут Ренат Кингер-Абдулин из Team Empire и Сергей Годбрагин, который на данный момент числится игроком микса Friends. Напомним, что регистрация на национальный отборочный этап будет открыта до 8 сентября, а первые игры российской квалификации World Electronic Sports Games начнутся уже 10 сентября. Один из самых медийных игроков в Hearthstone, Джейсон Амаз Чан, присоединился к киберспортивному клубу NRJ Sports, о чем его представители сообщили через Twitter. Чан стал первым игроком Energy в дисциплине Hearthstone. Также в организации есть составы по CSGO, Overwatch, Smite и Super Smash Bros. В последнее время Амаз занимается только стримами, хотя ранее он посещал многие турниры именно в качестве игрока. Среди достижений Джейсона стоит выделить первое место на IEM Shenzhen и вторую строчку на ESL Hearthstone Legendary Series в Катовице. За свою карьеру Амаз успел не только поиграть на турнирах, но и сам организовывал несколько мероприятий. Он также основал собственную киберспортивную организацию Team Arcon. На данный момент в нее ходят лишь подразделения по Hearthstone, но раньше под этим тегом выступал со стафф по Dota 2. Что случится с Team Arcon теперь и будет ли именитый игрок поддерживать свой проект дальше, пока неизвестно. Ну, а у меня на этом все. До завтра.